МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Вице-губернатор региона Александр Лиди рассмотрел новый дом в селе Тельвиска. Кто получит ключи от новых квартир? В профильном окружном ведомстве подвели итоги сезонного промысла. Сколько охотников получили разрешение на весеннюю охоту? Ненецкий округ как объект гастрономического туризма. В регионе объявлен прием заявок на разработку и продвижение блюд национальной северной кухни. Нескучные каникулы. Как проводят свой досуг ребята на летних пришкольных площадках, рассказали руководству Департамента образования, культуры и спорта. Меньше суток осталось до начала прямой линии граждан с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Старт трансляции в 12 часов по московскому времени. В прямом эфире глава государства ответит на интересующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Прием вопросов для президента стартовал 9 июня в 8 утра по московскому времени и завершится по окончанию трансляции. Прямую линию можно будет посмотреть в эфире телеканалов 1-й, Россия-1, Россия-24, НТВ, ОРТ, МИР, а также услышать радиоверсию на волнах радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и в социальных сетях. Добавлю, в прошлом году прямая линия с президентом России продолжалась более 4-х часов. Поступило более 2-х миллионов обращений, из них на 73 был дан ответ. В телевисточном сельсовете приступают к завершающему этапу программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Местная администрация в ближайшее время передаст ключи от квартир в только что построенном доме. К новоселью готовятся десятки семей, причем не только из Тельвиски. Квадратные метры получат и жители Макарова. Там снесут сразу три старых строения. Но накануне дом, который возвели меньше, чем за год, осмотрел вице-губернатор региона Александр Лидер. Есть ли замечания к подрядной кампании, расскажем в следующем материале. Раздельный туалет, ванная комната, центральный водопровод и даже полы с подогревом новый дом в селе Тельвиска возвели всего за несколько месяцев. При этом строили не из монолитных блоков, использовали кирпич. Технология, проверенная на Крайнем Севере десятилетиями, не обошлось и без новшеств. Рабочие подрядной кампании в каждой квартире установили индивидуальные приборы отопления, современные газовые котлы. Это значит, что собственники смогут экономить на коммунальных платежах. Вице-губернатор Александр Лидер интересуется у своих коллег, есть ли замечания к застройщику компании «Новатор». Момент, связанный с неэксплуатацией дома, может вызывать как раз отстояние линолеума где-то побои. Поэтому к окончательной передаче, если будут какие-то претензии у жителей при заселении, естественно, они будут устраняться по рамках гарантийных обязательств. В доме 24 квартиры, больше всего трехкомнатных площадь, каждые 62 квадратных метра. Теплые и просторные, то есть с планировкой у жильцов не должно возникнуть особых проблем, чего не скажешь о входных дверях. Качество оставляет желать лучшего. Впечатление очень хорошее. Есть некоторые, конечно, такие, скажем так, шероховатости, но они все связаны с тем, что будем корректировать наше техническое задание. То есть, например, входные двери, я считаю, что это, конечно, не очень. Мы сейчас изменим техническое задание, в нем уже напишем конкретно, пропишем конкретную марку двери, какая должна быть толщина. Мы уже дом приняли, значит, мы отдали документы в Росреестр, ждем до конца следующей недели выхода документов из реестра и планово начнем передавать. Я думаю, что месяца два максимум все уже должны заехать. Получается, что ключи от новеньких квартир собственникам передадут в конце июля-начале августа. Важный момент – в дом переселят не только телевизчан. 12 квартир получат жители Макарова. Таким образом, местная администрация полностью закроет очередь первого и второго этапа программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Впрочем, уже в этом году, вероятно, сформируется третий. И администрация сегодня ведет работу по формированию реестра третьего этапа. То есть, в этом году у нас планируется обследование за счет муниципального бюджета, обследование дополнительно еще двух домов. То есть, два дома мы уже в этом году обследовали, и еще есть финансы на два многоквартирных дома. И три дома будут обследованы некоммерческой организацией и фонд содействия развития жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа. Между тем, существует сегодня муниципальное образование и очередь на социальное жилье в списке порядка 30 человек. Региональные власти заявили, в ближайшее время на месте деревянной двухэтажки, которые вот-вот расселят и снесут, начнется строительство нового дома. А это еще как минимум 20 квартир. Олег Итанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север, Село Тельвиска. В окружной закон об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями на территории региона, предлагается внести изменения. В частности, речь идет об установлении срока, до наступления которого получатели квартир из специализированного жилфонда не смогут их приватизировать для последующей продажи. Как пояснил заместитель руководителя окружного профильного департамента Павел Шевелев, до 2013 года квартиры детям-сиротам предоставлялись сразу в социальный найм. Их можно было приватизировать и продавать, чем, собственно, многие занимались. А потом оставались без крыши над головой. Теперь в соответствии с федеральным законодательством получить квартиру в собственность можно будет только спустя 5 лет. Ребенок живет в специализированном жилищном фонде до 23 лет, которые ему предоставлены. По истечении мы можем продлить, и он также будет 5 лет проживать в специализированном. Но на основании его добровольного желания, эта квартира, его может быть перевернут в социальный найм. После чего он уже может принимать решения о приватизации этого жилля. Вот эта процедура прописана в федеральном законодательстве. Изменения в окружной закон об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории округа, предложено рассмотреть во втором чтении на ближайшей сессии регионального парламента. Она состоится в четверг, 27 июня. Правительство готовит серьезные изменения в механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. До конца июня планируется закончить работу над поправками в жилищный кодекс и 185-й федеральный закон о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Проект поправок, подготовленный Минстроем России, предполагает закрепить в законе понятие ветхое жилье, которого раньше в законодательстве Российской Федерации не было. По сути, будет устанавливаться разница между понятием аварийное жилье, которое представляет угрозу для жизни человека, и ветхое, которое таковой угрозы не представляет. То есть ветхое жилье – это дом с высокой степенью износа, но по своим эксплуатационным параметрам, еще не ставший аварийным. Поэтому при соответствующем ремонте и регулярном мониторинге состояния может эксплуатироваться. Согласно поправкам в жилищный кодекс, ветхие дома останутся в программе капитального ремонта. Для них будет утверждаться краткосрочный план необходимых работ. Предполагается, что ремонт будет выполняться за счет фонда капремонта, уточнили в ведомстве. Сейчас дома с высоким уровнем износа по решению региональных властей могут быть исключены из программы капремонта, несмотря на то, что требуют особых условий эксплуатации. Что касается текущей ситуации, то глава Нарьинмара Олег Белак на еженедельной планерке с руководителями муниципальных предприятий поручил управлению городского хозяйства максимально ускорить сроки сноса ветхих домов после их расселения, обратив внимание на многоквартирный дом по улице Октябрьской. Он также отметил, что зачастую процесс разборки дома тормозится по юридическим причинам. Муниципалитет не имеет права сносить здания, пока жильцы не выпишутся из квартир. К сожалению, не все горожане ответственно подходят к этому вопросу и вовремя меняют место прописки. Напомним, с начала 2019 года в Нарьинмаре снесены 5 деревянных домов, 8 вынесены на электронные торги. Кроме того, ожидают сноса 6 расселенных домов, еще 6 освобождены жильцами частично. На весеннюю охоту в Ненецкий округ приехало 486 человек. Итоги сезонного промысла подвели накануне в профильном окружном ведомстве. Жители Ненецкого автономного округа получили 1560 разрешений на весеннюю охоту. Больше трети из них через портал госуслуг. Остальные разрешения были выданы охотникам из других регионов. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов и экологии АПК Ненецкого округа, в весенней охоте на территории региона приняли участие жители столицы, Московской, Архангельской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Республики Коми, Краснодарского края, Чувашской республики и других субъектов страны. Всего ведомством было выдано 2046 разрешений, из них 662 разрешения через портал госуслуг. В Департаменте напоминают охотникам, что в течение 20 дней после охоты необходимо сдавать сведения о добыче охотничьих ресурсов. За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность. Объявлен прием заявок на разработку и продвижение блюд национальной северной кухни. Региональных предпринимателей приглашают принять участие в мероприятии на условиях софинансирования со стороны участника. Заявки принимаются до 21 июня, количество мест ограничено. Как нам рассказали в Центре кластерного развития, национальная кухня поможет привлечь в регион гастротуристов. В настоящее время меню с характерными для нашего региона блюдами разработаны в двух ресторанах окружной столицы. В прошлом году мы развивали тематику Пустозерска. У нас Пустозерский музей отработал кулинарную книгу Нижнепечерской кухни XVII-XIX веков. Соответственно, мы подключили ресторан и сходили, приняли участие в презентации этой кухни. И у нас заинтересовался один из ресторанов этой темы. А у него тематики такой местной не было, изюминки, скажем так. Сегодня ресторан представляет Пустозерскую кухню, и это отражено в его названии. Еще один ресторан окружной столицы подает блюда ненецкой кухни. Впрочем, скоро к ним намерен присоединиться еще один участник – туристка рекреационного кластера. Разработать концепцию меню помогут в Центре кластерного развития. Получается, для Северной кухни на этот год объявлен сейчас прием заявок на отработку самой кухни. То есть это меню, это дизайн-меню, это участие, возможно, шеф-повара из ресторанов с подобной тематикой. И концепция, то есть это уже помещение. Получить финансовую поддержку на разработку и продвижение блюд в национальной северной кухне могут участники кластера. Для этого необходимо заполнить заявку в региональном Центре развития бизнеса, либо в электронном виде на сайте ЦРБ. Справки по телефону 2-12-77. К другим новостям. Варианты ЕГЭ и ОГЭ для российских выпускников планируют сделать индивидуальными. Об этом пишут федеральные интернет-издания со ссылкой на данные доклада правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. В документе ставится задача перевести госэкзамены в компьютерную форму. Таким образом, цитирую, станет возможным автоматическое генерирование индивидуальных вариантов контрольно-измерительных материалов. По мнению экспертов, новые правила помогут решить проблему со списыванием, а также уменьшить число критиков подобной формы аттестации. Кроме того, схожие технологии могут применяться и при проведении школьных олимпиад, говорится в сообщении. Напомню, сейчас ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, заполняемом черной гелевой ручкой. После написания работы сканируются, при этом тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы – эксперты. Детские площадки, открытые на базе школ города, находятся на контроле окружного профильного ведомства. Сегодня руководство Департамента образования, культуры и спорта вместе с вице-губернатором, курирующим сферу образования, посетили школу номер один. Довольны ли дети, организованным для них досугом, узнала и наша съемочная группа. Сегодня лагерь дневного пребывания на базе школы номер один посещают 150 несовершеннолетних. Для них организована насыщенная культурная программа, развлекательные викторинные квесты, музыкальные и спортивные занятия. Мы сотрудничаем с Нордом, ребята выезжают сегодня у нас среда и четверг, это день плавания, да, бассейн, да, день бассейна у нас. И сегодня же ребята старших отрядов выезжают в Ледовый. Ну а чтобы энергии хватило на весь день, для детей организовано бесплатное двухразовое питание. Голодным из столовой не выходит никто. В лагере дневного пребывания на особом контроле не только организация питания и досуга детей, но и здоровье. Медицинский кабинет будет работать на протяжении всей смены. Когда открывается площадка в начале лагеря, мы их взвешиваем. Рост, вес, силу мышц и объем легких в начале площадки и в конце площадки. Потом составляется отчет. Каждый день также дети осматриваются на педикулез. Ну и все. И если какие-то травмы, если какие-то жалобы, ребятки могут обращаться. Медицинское обслуживание идет на период всего лагеря. Детские площадки, организованные на базе школ, находятся на особом контроле руководство окружного профильного департамента. Контроль за их деятельностью – это основная наша задача. В этом году нам удалось увеличить стоимость питания детей. То есть мы посмотрели именно, как организовано питание, довольны ли дети питанием. Дальше мы посмотрим именно тематические площадки, то есть насколько интересны детям, чем еще может быть предложение занять. В общем-то они у нас ездят и на базу труда, выезжают все лагеря без исключения, те, кто на территории города Наринмара. И в бассейн. То есть здесь плотная работа именно идет с учреждением, в том числе дополнительного образования. Поэтому наша задача – посмотреть, чтобы максимально детям было комфортно обеспечить как их безопасность, питание и чтобы детям было весело, хорошо, комфортно. Тематические площадки дневного пребывания детей на базе образовательных организаций региона традиционно открываются в первых числах июня. Продолжительность смены составляет 21 день. Ожидается, что в этом году площадки региона посетят 1755 несовершеннолетних, в том числе 610 детей из окружных сел. Ирина Никишина, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Ненецкая окружная организация Всероссийское общество инвалидов получила новую оргтехнику. Современные компьютеры, телефоны и другие необходимые технические средства удалось приобрести благодаря помощи Башнефть Полюс, входящего в структуру компании Роснефть. В декабре прошлого года региональное отделение Всероссийского общества инвалидов в Ненецком округе отметило круглую дату – 30 лет. Хорошим подарком на юбилей стал сертификат на приобретение оргтехники от компании Башнефть Полюс. На днях новенькие компьютеры со всей начинкой председатель общества Надежда Ковалевская привезла из Архангельска. На сегодняшний момент мы приобрели два компьютера с моноблоками, что очень нам понравилось, и телефон, потому что действительно компьютерная техника у нас уже вышла из строя. По словам председателя организации, подбирала она моноблоки так, чтобы работать на них было комфортно и надежно. А вот оставшиеся средства правление решило направить на закупку техники для сел, где активно работают ячейки организации. История без срока давности. Жители Ненецкого округа присоединятся к всероссийской акции «Свеча памяти». На Ренмаре 22 июня ровно в 4 часа утра возле обелиска Победы горожане зажгут свечи, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторы, региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи совместно со Всероссийским движением «Волонтеры Победы» приглашают принять участие всех желающих. Каждый, кто придет, получит свечу, чтобы почтить память павших. Напомню, впервые акция прошла 22 июня 2009 года в России, Украине и Белоруссии. За 10 лет «Свеча памяти» превратилась в международную акцию, к которой присоединяются многие страны ближнего и дальнего зарубежья. Между тем, 21 июня поселки Искатели на пересечении улиц Монтажников и Угольное рядом с монументом Танк Т-34-85 ограничат движение транспорта. Об этом заявили в централизованном стройзаказчике. Там добавили, ограничение будет действовать с 10-30 до 12 часов. Впрочем, оно не распространяется на общественный транспорт. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова